Здравствуйте! На ОРТ время новостей. Наши корреспонденты готовы рассказать о самых важных событиях Оренбуржья в последний рабочий день уходящей недели. В студии Алина Волохова и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Остались в небе навсегда. Оренбуржья прощается с жертвами авиакатастрофы. Министр на свободе. Вернется ли Михаил Маслов на свой пост? Реклама вне закона. Как нелегальный бизнес мешает жить оренбуржцам? Ориентация экспорт. Почему предприниматели региона не спешат выходить на международный рынок? Покорители льда. Первые всероссийские медали юных хоккеистов из Оренбурга. Оренбуржья простилась с погибшими в авиакатастрофе. 11 февраля произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну. В небе над Раменским потерпел крушение пассажирский лайнер. Жертвами трагедии стал 71 человек. В орских храмах и мечетях сегодня прошли церемонии прощания. Родные спустя 9 месяцев предали земле тела своих близких. О катастрофе, которая не оставила равнодушным ни одного жителя области, а главное о людях, чью жизнь перевернули 6 минут полета. Все это в материале Анастасии Синченковой. 11 февраля 2018 года. Этот день не всегда останется в памяти не только жителей области, но и всей страны. Пассажирский самолет Ан-148 всего через несколько минут после взлета пропадает с радаров. Всего в один миг обрывается жизнь 71 человека. Семья Момзиковой ждала возвращения единственной дочки из Москвы. Отличница в школе сама поступила в столичный вуз. Папа поехал встречать Кристину в аэропорт. Мама готовила праздничный ужин. О том, что произошло, узнали из новостей. До последнего верили. Их ребенок выжил. Эта трагедия не может случиться в их семье. Вот этот день трагедии у меня лично продолжается постоянно. То есть у меня не прошло 8 месяцев. Мне кажется, как начался этот день, так он не закончится никогда. Конечно, нас очень поддержали все. Помимо родственников, знакомые, даже незнакомые люди приходили высказать свои соболезнования. Меня очень поразило. И в соцсетях. Я, конечно, сразу не могла читать. А потом уже время прошло какое-то больше месяца. Смотрю, там столько соболезнований было людей с разных городов. Шесть минут полета. Десятки поломанных судеб. Многодетная мать Наталья Мещерякова также оказалась на борту лайнера. У нее осталось трое детей. Младшей всего пять лет. Екатерина и Анастасия признаются – никогда не смогут смириться с этой утратой. Надеялись на то, что ее не будет там. Потому что там еще было подозрение, что это почтовый какой-то самолет. Хоть какая-то капля надежды. А потом вывесили то, что 71 человек погибло. Шесть из них – это экипаж. И все. Некоторые семьи решили похоронить родных до завершения генетической экспертизы. Спецборд оставил останки. Еще в апреле и только 15 ноября в Орске приземлился самолет с телами всех погибших в небе. Близкие отказались от гражданской панихиды. Уставшие от горя люди захотели проститься с близкими без посторонних глаз. Несмотря на это, неравнодушные приходят в церкви, чтобы еще раз вспомнить жертв авиакатастрофы. В восточной столице проходят поминальные службы. Прощение с жертвами авиакатастрофы пройдет на протяжении двух дней. В Орске, Адамовском районе, Ясном и Гае рейс Москва-Орск трагически объединил судьбы десятков человек. Они мечтали выйти замуж, построить карьеру или просто окончить школу. Один из пассажиров 11 февраля надеялся отметить свой день рождения. Сегодня живет память о тех, кто находился в самолете. О тех, кто навсегда остался в небе. Анастасия Синченкова, Игорь Бероев. Новости дня. Хрупкий лед унес жизни двоих детей. Тела мальчиков найдены в Первомайском районе. Поисковая операция длилась больше суток. Как удалось выяснить правоохранителям, школьники оказались на реке без присмотра взрослых. По факту гибели детей уже возбуждено уголовное дело. Все подробности в репортаже Ольги Энгельс. Единственный очевидец – семилетний друг пострадавших. По словам ребенка, мальчики вышли на тонкий лед и провалились. Выбраться из воды дети уже не смогли. Поисковая операция продолжалась больше суток. Спасатели, водолазы, полицейские, местные жители. Искали полсотни человек. Обследовано около четырех километров береговой линии. И этот случай – не единственное происшествие на воде. Тело молодой девушки из Сакмары до сих пор не найдено. В региональном МЧС бьют тревогу. ЧП начались еще до начала зимнего сезона. В период становления первого тонкого льда необходимо проводить более часто и более подробные беседы с детьми об опасности выхода на лед. К сожалению, каждую осень мы сталкиваемся с происшествием на воде выхода на лед тонкого льда либо детей, либо рыбаков. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые, несмотря на то, что обладают одинаковой толщиной, в то же время они отличаются грузоподъемностью и прочностью. Это-то и опасно. Озеро Чиган не впервые становится местом гибели людей. Три года назад здесь провалился под лед рыбак. Мужчину обнаружили односельчане. В областном гидромедцентре сообщают, что ледостав только начинается. И пока выходить на поверхность воды крайне опасно. Реки затянулись только на востоке региона. Однако толщина ледяной корки не превышает 10 сантиметров. Поверхность рыхлая и хрупкая. Ее крепости недостаточно, чтобы выдержать даже ребенка. У нас ледостав на реке Урал у Орска и Елека. А так в основном на речках забереги. У Оренбурга шугоход. Также забереги отмечаются. То есть лед еще достаточно очень тонкий. Лед на реках только начал затягиваться. Но уже находятся смельчаки, которые испытывают его на прочность. К сожалению, часто это заканчивается печально. Несмотря на то, что ледостав в этом году начался раньше, чем в прошлом. Специалисты утверждают, окончательно водоемы области замерзнут не раньше, чем через две недели. В регион пришли первые морозы. Синоптики регистрируют аномально холодный ноябрь. Ночные температуры опускаются до минус 19. Но и этого недостаточно, чтобы лед заковал реки и озера. На крупнейших водоемах региона Урал и Ерекла лед уже формируется. А, например, на Сакмаре еще нет. Безопасной толщиной для одного взрослого человека спасатели называют 10 сантиметров плотного льда. В противном случае банальное любопытство может обернуться настоящей бедой. Ольга Энгельс, Георгий Барлуцкий, Владислав Горбунов. Новости дня. Ряд информационных агентств сообщает, что отстраненный министр Михаил Маслов может вернуться на работу. Нашему телеканалу удалось связаться с адвокатом чиновника. Однако в телефонном разговоре она не подтвердила эту информацию. Известно, что на данный момент на счет управления судебного департамента поступили средства в счет залога. Это 1 миллион 400 тысяч рублей. Постановление об изменении меры пресечения вынес Ленинский районный суд. По словам адвоката Маслова, уже на следующий день после вердикта суда вся сумма была внесена в полном объеме. Сейчас отстраненный министр также посещает следственные действия, но уже не ограничен в перемещении. Напомним, раньше он находился под домашним арестом. Еще трое оренбуржцев официально заявили о намерении баллотироваться на пост главы города. Сегодня в комиссию поступили соответствующие пакеты документов. Известно, что все кандидаты занимаются бизнесом. Третьим, кто выдвинул свою кандидатуру на пост мэра, стал директор кондитерской фабрики Андрей Дайнека. Сегодня сдала документы руководитель одного из автосалонов города Кристина Чернева. Последним, кто подал документы, в эту пятницу стал владелец страхового агентства Денис Дьяконов. Он проживает в селе Алексеевка Ташлинского района. Напомним, что прием заявок продлится до 22 ноября. После комиссия проверит достоверность представленных материалов и уже после этой процедуры будет определено как минимум двое претендентов. Самого достойного из них определят депутаты городского совета. Нелегальный двигатель торговли. Навязчивая реклама в интернете и смс-рассылки. Только с начала этого года областной УФАС рассмотрел почти полсотни жалоб. В большинстве случаев явное нарушение закона. Однако настойчивых предпринимателей мало что останавливает. Какие сферы самые проблемные? И почему с дорог Оренбуржья могут исчезнуть рекламные баннеры? В теме разбиралась моя коллега Елена Еремина. Навязчивые смс-ки рекламного характера. Эта проблема не дает покоя Юлии Каримовой. Почти каждую неделю она получает ненужные письма. Банки, салоны красоты предлагают свои услуги без разрешения Оренбурженке. Я не являюсь клиентом этого банка. Я не подписана на какие-то группы. Это мешает твоему личному пространству. Это отвлекает тебя и уходит на это какое-то время. Также моим родителям приходят эти смс-сообщения. Ну и это вызывает определенный дискомфорт, потому что уже они в приклонном возрасте. СМС-рассылки без согласия абонента – нередкое явление. Сообщение от посторонних фирм – нарушение права над конфиденциальность. За это предусмотрены штрафы от двух до пятисот тысяч рублей. О проблемах говорят на публичном обсуждении представители областной прокуратуры, Оренбургского отделения Центрального банка России и Роскомнадзора. Самые многочисленные нарушения в этом году – при рекламе финансовых услуг. Отсутствие наименования лица, который делает заманчивое предложение потребителю в части денежных вложений. Это и та информация, которая является в силу закона, обязательно для размещения. Она раскрыта в неполной форме, либо таким образом, ну, как требует, допустим, информация должна быть достоверной, а такая информация, она указана мелким неразборчивым шрифтом. Однако есть и положительная динамика. Например, в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок. По этой сфере в этом году нет ни одного заявления. Еще одна важная проблема, которая сегодня на повестке дня – рекламные щиты вдоль дорог. Их прилагают перенести. Ряд экспертов ссылаются на то, что такое расположение мешает водителям и может привести к дополнительным авариям. Совсем скоро их могут передвинуть. Максимальное расстояние от дорожного полотна – 40 метров. Елена Еремовна, Владислав Горбунов, Новости дня. А сейчас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим говорить о новостях дня. Ориентация «Экспорт». Почему предприниматели региона не спешат выходить на международный рынок? «Покорители льда» – первые всероссийские медали юных хоккеистов из Оренбурга. Это новости дня, и мы продолжаем. Стартовали съемки нового сезона проекта «Экономический клуб». Программа для тех, кому небезразлична судьба Оренбургья. На этот раз авторы решили разобраться в проблемах отрасли животноводства в Оренбургской области. Главная тема эфира – опасность бруцеллеза в нашем регионе. Авторы Инна Томилина и доктор экономических наук Алексей Типухин узнали, как эта страшная болезнь повлияла на жизнь оренбуржцев. К ведущим присоединились главный ветеринарный инспектор Оренбургской области Анна Амбрамс, а также специалисты из научной среды, руководители одного из крупнейших мясокомбинатов области и журналисты, которые уже не один месяц следят за темой бруцеллеза. Увидеть новый выпуск проекта можно будет уже в следующий понедельник, 19 ноября на телеканале ОРТ в 19.30. Сегодня по всей стране отмечается Всероссийский день самбо. В Оренбурге день рождения национального вида спорта отпраздновали юношеским первенством области. За ходом турнира наблюдала наша съемочная группа. Все подробности у Анатолия Юденича. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда этому виду спорта исполнилось 70 лет. Сейчас 80-летний юбилей и ставшая хорошей традицией масса турниров, охватывающих сотни городов и сотни тысяч участников. Изобретенный в России вид спорта сейчас развивается в 120 странах мира. Но как в Зюдо доминируют его создатели, японцы, так и в самбо россияне безоговорочные фавориты, что и подтвердил только что завершившийся чемпионат мира. И в нашей области самбо один из самых популярных видов спорта. На открытии чествовали многократного чемпиона Советского Союза Александра Ульянина, чемпионку мира Елену Хакимову. Девушки, которые готовятся стать мамами во второй раз, девчонки, которые бежали из зала, уже трехкратные чемпионы мира, чемпионы Европы. То есть для нас традиции самбо, они очень серьезные и очень значимые. И безусловно, мы этим гордимся. Поэтому, пользуясь случаем всех, кто когда-нибудь выходил на ковер, да и даже не на ковер, а вообще всех любителей спорта, россиян, всех поздравляем с этим замечательным событием. Ковры для областного первенства уложили в спортивном комплексе Олимпийский. На соревнования собрались несколько сотен юношей и девушек из Оренбурга, Орска, Бузулука, Кувандыка и, конечно, Соли-Леска, где этот вид спорта просто культовый. Масса чемпионов России, Европы и мира. Чуть не в каждой семье кто-то боролся, борется или собирается бороться. Когда я ушел в школу, мне баба сказал, может, ты займешься самбо, но я согласился. Пришел на самбо, мне это понравилось и начал ходить на самбо. Я выигрывал несколько соревнований, имеется много медалей. Я хочу хорошо подготовиться и стать мастером спорта по самбо, чтобы обеспечить себя любимым своим же делом. Уровень соревнований растет год от года, а состав участников становится все сильнее. На смену прославленным чемпионам появляются победители мировых первенств. Соли Ильиченко-Комур, теперь вот Бузулучанин-Ташланов. На подходе новые звезды. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня. А вот юные хоккеисты из Оренбурга уже радуют первыми всероссийскими победами. Сарматы 2008 заняли третье место на соревнованиях Приволжского федерального округа. Что остается за пределами льда и каким трудом достигается место на пьедестале? Моя коллега Елена Еремина побывала на тренировках, о воспитанниках одной из лучших школ Олимпийского резерва в Оренбурге. Смотрите далее. Бег на коньках, кувырки, ведение шайбы. Юные спортсмены покоряют хоккейное мастерство. В группе около 40 человек. Когда тренируешься на игре, приятно забивать голы. Из-за этого мне очень нравится хоккей. Мы тут все вместе тренируемся, играем и так далее. Ну, как бы это командный спорт. Команда базируется в спортивной школе номер 4 Оренбурга. Высокие достижения – результат серьезных тренировок. Пришел на тренировку шаг вперед, не пришел два шага назад. Поэтому, чем меньше всех пропускают, больше шансов добиться успеха. Более 200 человек занимаются хоккеем с шайбой в основной школе. И почти столько же в физкультурно-оздоровительных группах. Из этих молодых ребят вырастают уже и ребята, которые в КХЛ играют, и в Канаду от Каменек уехал, в Узорска. Ну, и в сборной тоже наши орчане были оренбуржцы. Интересна юным оренбуржцам и пулевая стрельба. В стрелково-спортивном клубе школа номер 4 больше ста человек. Здесь и начальная подготовка, и учебно-тренировочные занятия. Иногда стреляем упражнения. Моя самая любимая – МВ-1. Есть еще упражнения просто на количество, а есть на качество. Чем больше я занимаюсь, тем больше мне интересно. Особенно, когда в процессе стрельбы понимаешь, что все неплохо и что можно еще лучше. Среди воспитанников и мастера спорта. Главный успех у Татьяны Харьковой. Она мастер спорта международного класса. Выполнила этот норматив еще в 14 лет. В прошлом году призер Европы – третья на мире. В этом победитель первенства Европы. Большой спорт по стопам родителей. Мама спортсменки – тренер школы. С одной стороны ты мама, с другой стороны ты должен быть жесткий немножко тренер, который знает, с какого спортсмена можно достичь какие результаты. Тренировки по хоккею и пулевой стрельбе – это не просто поддержание физической формы. Большинство из этих ребят выбирают профессиональный спорт. И сегодня именно в их руках достижения Оренбуржья на всероссийской и мировой арене. Елена Еремовна, Константин Воробьев, Новости дня. И к другим темам. Кистью незрячего. Компания «Газпромнефть Оренбург» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» реализует новый волонтерский проект. Арт-занятие для слабовидящих детей – основное направление проекта. Все подробности у Ольги Энгельс. Международный день слепых и день доброты. Именно эта дата выбрана для открытия выставки работ юных художников. Социальный проект позволил участникам погрузиться в атмосферу творчества и попробовать рисовать в темноте. Помогали детям профессиональные оренбургские художники. Мы решили соединить таких детей, дружить, подружить в проекте. Для них были организованы арт-занятия. Детки рисовали обычные картины, рисунки, которые сегодня мы представляем на нашей необычной выставке. Поэтому проект, наверное, больше воспитательного такого характера. Детки учатся дружить, а ценить друг друга. Специалисты утверждают, что творчество не связано со здоровьем. Например, Максим Лесев учился играть на скрипке. Сам освоил флейту. Волонтерский проект позволил раскрыть способности к рисованию. Я хочу снова поучаствовать в этих конкурсах, так скажем, в этих художествах. Я бы вообще так каждый день рисовал бы. Как мы знаем, что эти дети, эти люди, которые не видят глазами, они видят душой, они видят сердце. Так родился этот проект компании «Газпромнефть», который проводит конкурс социальных инициатив и позволяет воплощать такие проекты в жизнь, потому что на самом деле они объединяют большое количество людей, они дают новые возможности. Проект «Кистью незрячего» реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Показ новой коллекции от швейного предприятия «Образ» состоялся в Оренбурге. Презентация прошла в рамках форума «Красота и здоровый образ жизни». Все модели, вошедшие в показ под общим названием «Пижамная феерия», были разработаны и шиты специалистами компании «Образ». А сама демонстрация исключительно домашней одежды была призвана показать широчайший спектр возможностей молодого, но динамично развивающегося современного предприятия. Участвуя в этом форуме, мы заявляем, что мы находимся на очень высоком уровне развития и открыты новым знакомством и контрактом. Образ представил пять видов из коллекции «Пижамная феерия». Это показ творческого направления, что можно сделать из домашней одежды с достаточно комфортными образами и хорошими натуральными тканями. Собственное производство – от дизайна или каут до подбора тканей и выстраивания технологических процессов, позволяющих в короткие сроки при контроле качества выполнять сложные оптовые заказы. Именно на этом выстраивается основа бизнес-концепции, казалось бы, женского бизнеса. «Бизнес – это вообще все нелегко. Но если ты выбрал эту стезю, возложил на свои плечи заниматься бизнесом, то я думаю, что твое желание – только идти к успеху. Трудностей, когда всегда очень много. Тем более, что женщина, у нее еще семья и ответственность за семью. Это всегда накладывает, скажем так, дополнительное обременение. Я желаю всем сегодняшним участникам в первую очередь здоровья и быть красивыми». Особой составляющей показа стала подготовка самих моделей, прически и макияж которым создал салон красоты на Жуково. Такое объединение профессиональных мастеров позволило вызвать у зрителей и потенциальных покупателей исключительно положительные эмоции. Наталья Мороз, Георгий Брулутский, Новости дня. Рыбные деликатесы, специи, сладости и не только. В Оренбурге свою работу заканчивает выставка продажа «Особенности национальных вкусов от Абхазии до Камчатки». У жителей областного центра есть еще два дня, чтобы приобрести фермерские продукты, приготовленные по традиционным семейным рецептам. На прилавках продукты из южных уголков России – Адыгея, Кубани, Крыма, а также Армении и Абхазии. Для оренбуржцев великолепие выбора рыбной продукции. Богата выставка дарами Камчатки. Горбуша, голец, кижуч, селедочка, корешка с золотыми бочками. А также вкуснейшая белая рыба – чивыча. Она самая востребованная. Наряду с ней можно попробовать белугу, белорыбецу и еще много всего. Рыбка с аварин, зубатка горячего копчения, морской окунь горячего копчения, ну и много других видов. Витрины удивляют и радуют разнообразием. Помимо рыбы здесь множество других продуктов. Ароматные специи, жгучая, красная и зеленая аджика, краснодарский чай, сыры Кубани и Адыгеи. Порадуют оримбуржцев также домашний мед, варенье, каких вы еще не пробовали, сухофрукты всех видов, от вишни и малины до груш и томатов, волшебные шарики здоровья и крымские сладости. Они экологически чистые, натуральные, по нашим рецептам, еще старинным бабушкиным рецептам. Я уверен, все, кто к нам придут, дегустация у нас неограниченная, выберут для себя что-нибудь подходящее. Это не просто ярмарка, а настоящий национальный рынок, живое общение. Здесь продавцы поделятся рецептами, расскажут о качестве и вкусе продукции. Каждый покупатель может все попробовать прямо на месте. Икру мы купили, и брюшки-брюшки, тешу. Мы первый раз, правда, в этом, но мы камчатскую рыбу знаем. Зарядитесь южным настроением и поспешите все это продегустировать и купить на выставке «Особенности национальных вкусов от Камчатки до Абхазии» до 18 ноября. Четвертая галерея «Мегамол Армада». Елена Еремна, Владислав Горбунов. Новости дня. Такой была эта пятница. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в Оренбурге области. Оставайтесь вместе с ОРТ и будьте всегда в курсе новостей дня. В эти выходные особенное внимание заслуживает культурная афиша. На площадках будут работать и наши съемочные группы. Не пропустите все самое интересное. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова